При определенных условиях инвалиды могут жить почти как здоровые люди. Причем не просто передвигаться по улицам, а посещать театры, музеи, пользоваться услугами обычными для горожан. Для создания этой возможности в Армавире действует долгосрочная целевая программа «Доступная среда». Она заключается в том, чтобы оснастить социально значимые объекты оборудованием для инвалидов. И это не только привычные пандусы. Вот тактильная мнемосхема. Эта мнемосхема предназначена для инвалидов по зрению. Для того, чтобы сориентироваться в пространстве человеку, слабовидящему, и понять, какой кабинет ему нужен, он может воспользоваться. Здесь тактильно изображена схема нашего управления и написаны функции кабинетов. Армавирское управление социальной защиты инвалиды посещают довольно часто. Глухие и слепые люди могут обходиться без сопровождающих. Возле кабинетов висят таблички со шрифтом Брайля. Есть мобильная индукционная система. Она помогает понять консультацию специалиста слабослышащим гражданам. Для тех, кто совсем лишён слуха, работает аппарат-сурдопереводчик. Подобное оборудование уже установлено в Драмтеатре и Дворце культуры. Зрительные залы оснащены индукционной петлёй. Она позволяет зрителям со слуховыми аппаратами воспринимать звук в хорошем качестве. А в Краеведческом музее есть электронный экскурсовод для слепых. Постепенно расширяясь, музей несколько раз менял адрес. И, наконец, обосновался в Кушкинском училище по современной улице Розы Люксембурга. На объектах, которые оснащены оборудованием для инвалидов, висят специальные таблички. Человек сразу понимает, что это место для него доступно. Интеграция в общество помогает маломобильным людям поверить в себя и найти своё место в жизни. Наряду с другими членами общества участвовать в общественной жизни, удовлетворять свои потребности. То есть чувствовать себя не отторженными из общества, не чем-то обделёнными, а также, как и нормальные здоровые люди, участвовать в общественной жизни. Конечно, они рады этому, они высказывают ещё пожелания, чтобы они хотели в дальнейшем видеть. Потому что это же не конечный этап формирования доступной среды в городе Армавире. Она продолжает формироваться. Администрация Армавира планирует постепенно установить специальное оборудование на большинстве социально значимых объектов. Эта работа – часть большой федеральной программы, и наш город не будет в числе отстающих.